Самарские новости спорта Находясь в нижней части турнирной таблицы Понимали, что нам нужна победа сегодня И мы, я считаю, многое сделали для того, чтобы добиться этой победы Команды не стали долго раскачиваться С первых минут показали болельщикам яркий футбол Счет на восьмой минуте открыли гости Быструю атаку Пермяков завершил поляк со звучной фамилией Януш Гол Самарцы с ответом не тянули, счет сравнял Бруно На 30-й минуте судья назначил спорный пенальти ворота хозяев Заняв с 11 метров, не промахнулся, вернув Амкару лидерство Правда, ненадолго, уже через две минуты Корниленко оказался в нужное время в нужном месте Я думаю, что в матче мы имели примерно одинаковые возможности выиграть В концовке там крылья нас прижали Во втором тайме крыльям удалось взять и группу от свой контроля А вот своей эмоции нет Главного тренера Волжан удалили за споры с арбитром А на 90-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил Вячеслав Зинков В добавленное время крылья устроили настоящий навал на ворота Пермяков В штрафную гостей даже прибежал голкипер Георгий Лория Но затолкать победный мяч ворота так и не удалось Итог 2-2 Нужна победа для того, чтобы почувствовать уверенность И чтобы вот этот психологический груз, который давлеет на команду Он немножко уменьшился и спал Конечно же, даже сегодня одержав бы победу Мы не решили кардинально свои турнирные задачи Скажем так, борьба продолжается Но вот все равно ничья не добавляет положительных эмоций После ничьи в активе Волжан 17 очков Команда по-прежнему находится в подвале турнирной таблицы Поправить это положение крылья смогут в играх с прямыми конкурентами А лидировать продолжает московский «Спартак» Который оторвался от ближайших преследователей на 8 очков Это все новости к этому часу Больших побед вам! Удачи!